Всем привет! Меня зовут Ирина Набок, и сегодня я расскажу вам очень интересный, подобранный мною материал, чем же гель отличается от акрилгеля, полигеля, акрилатика. Это всё одно и то же. Я прям на примере вам покажу вот эти интересные слайдеры, расскажу, где же мы выискиваем пользу в том или другом, например, конечно, материале. Хотя я вам сразу скажу, что я не просто так выбрала именно полигель или акрилгель для своей работы. Итак, приступим. Итак, сравнение работы гелем и полигелем, акрилгелем. Это всё одно и то же. Ещё раз повторю. Давайте посмотрим вот на этой картиночке живой пример, как проходит подготовка ногтя при наращивании и постановка формы. Возьмём гель. Чтобы гель хорошо нарастить, сделать хорошую подложку, необходимо, ну, я, по крайней мере, всегда очень хорошо по линии улыбки натурального ногтя подпиливала ноготь, не оставляла никаких углов или длины, потому что это было неудобно, потому что у меня не подходила форма, потому что это было сложно, да, в итоге сделать, чтобы этот гель не растёкся куда не нужно, или он там, чтобы ровно лёг, чтобы всё было хорошо. Также я делала выкройку формы. Я выкраивала форму, подрезала вовнутрь эту форму, да, чтобы у меня гипонихий там подходил, да, то есть вот подходила линия улыбки натурального ногтя, тело ногтя, вокруг тела ногтя, чтобы всё-всё-всё ровно лежало. Обязательно вырезала треугольнички, да, или прорези делала в боках. Для чего это необходимо? Чтобы у меня гель не выглядел широко, да, не выглядел потом в итоге расклешённым ноготь и всё такое. Сейчас при наращивании акрилгелем мне это всё не нужно делать. Я ничего не выкраиваю, не подрезаю. Я слегка подставляю форму под ноготь, слегка чисто вот, чтобы удлинение сделать и всё. Не забываем также, что мы на акрилгель сразу можем без подложки сделать полностью конструкцию. Представляете, как это удобно. Просто взял одним слепком всё это сделал и всё. Почему я не забочусь теперь о том, чтобы подрезать сбоку, не делать вот эти вот вырезы, да, выкройку? Потому что я всегда могу, что сделать? Поджать акрилгель, да, то есть я поджимаю полигель и у меня арка такая, которая мне нравится. Поэтому я сейчас вообще ни капли не забочусь, как эту форму подставить. Я её слегка вставлю и как бы вообще живу дальше и счастливо. Норащивание углов. Это просто больная тема раньше была. Очень много работы у меня было и много клиентов было на наращивание. Что происходило? Я вот таким образом, как на левой фотографии, да, на фотографии слева, я этот тянула-тянула гель. Он обратно возвращался по нескольку раз. Ещё раз и ещё. Вот если клиент угол сломал, это просто целая проблема. Даже если это какой-нибудь гель-желе у меня был, у меня специально было для углов, был куплен отдельный гель, гель-желе, чтобы вот этот, и всё равно он округлялся и не был таким ровным. На правой фотографии я сфотографировала, как я выстроила акрил-гелем просто за 3 секунды этот угол. Он абсолютно ровный, идентичный, да, на углу с правой стороны ногтя. И легко, прекрасным образом, это даже, он даже не просушен, я его фотографировала. То есть он не округляется, он не утекает никуда, не исчезает. Это очень удобно и очень классно. Для этого ничего особенно не требуется. Маленькая кабелька геля. Заметьте, что ремонт вы можете осуществлять не только для наращивания, но и для укрепления базы, да, выравнивания ногтя. Поэтому он практически, в отличие от геля, заметьте, гель уже наплыл, да, то есть есть такой наплыв, который нужно будет как-то исправлять. А акрил-гель вы просто взяли, уголочек достроили и вот выровняли ноготь этот короткий базой и всё. И всё, всё у вас готово. Аккуратненько можно даже аппаратиком спилить внутри. Вот, а можно так выложить, что даже и спиливать внутри не надо будет. Далее. Удлетение ногтя без постановки формы. Это как до наращивания, только ещё круче, как говорится. Да, это такой момент, когда у клиента все-все-все ногти нормально, а один поросёнок такой вот сломался, да, вот сломался как раз, как это бывает обычно, перед приходом к мастеру. Вот-вот клиентка шла и, можно сказать, за дверь салона зацепилась, называется, да, или что-то там в маршрутке ей там что-то она там зацепилась или где-то. И вот ноготь один сломан. В итоге гелем мы как и с углом, да, его вытягиваем и так по-всякому несколько раз. Приходится подставлять форму для того, чтобы нарастить. Здесь же нет, мы опять же взяли капельку и аккуратненько, быстрыми движениями дорастили. Это может быть тоже укрепление натуральных ногтей, опять же, да, и с базой потом работа. Это всё делается очень легко и быстро. Выстраивание подложки. Ой, сами 100% сталкивались с такой историей. У меня было таких историй, конечно же, очень-очень много, когда подложка, она течёт, а ещё форма палец, допустим, увлажнённый, допустим, руки, да, клиент переживает. Или у нас в помещении бывает тепло достаточно. Это, кстати говоря, влияет и на подложку, и на жижесть материала, разжиженность материала, не только мозгов в этот момент. В жаркое время, как говорится, бывает так, в помещении температура, да, меняется и начинается растекание. Опять же, температура меняется и в лампе. В лампе гель сначала начинает подтекать, растекаться, а только потом уже начинает полимеризоваться. И вот эта вся жижка, она заполимеризовалась. Ко всему прочему, я уже сказала, да, что влажная рука, форма может съезжать в бок, да, вы её приклеиваете, она всё равно съезжает. И всё это, вот всё это, или плохо выкроили, она не входит, она вот это. И начинается просто, когда вы снимаете, можете на самом деле долго мучиться сначала в постановке формы, потом вот в этом размазывании. И, как обычно, очень часто бывает, мы из-за того, что всё это растекается, мы начинаем собирать весь гель по бокам, а там, где мы дотронулись с гелем, гель ещё больше растекается. И вот эта кисточка, мы ей вымазываем, да, всё вычищаем, вычищаем, а оно всё ещё больше течёт и течёт и течёт. В отличие от геля, акрил-гель, вот себя вот так ведёт. Вы как его положили, в каком положении, да, сделать, так он и остался. Вы как его нанесли, ровным квадратом вы можете его нанести, так он и останется. Видите, какой ровненький, абсолютно, там даже подпиливать особо ничего не надо. А в геле, какая ещё ситуация? Вы хотите одну, например, длину, пока делали, эта длина вся утекла. Вот, ну я вам сейчас такой секретик небольшой открою, это на самом деле не секрет, где вы промазали гелем, туда он и затекает. Поэтому всегда при работе с гелем, с подложкой гелем, мы не прокрашиваем, да, дальше, чем мы хотим сделать этот гель. То есть, вот как есть, мы его покрасили и всё. Если мы начинаем подтирать и делать, выравнивать, то этот гель начинает весь растекаться. Опять же, ещё один момент в подложке. Толщина, разная толщина. В акрилгеле толщина подложки везде будет одинаковая. А вот, например, в геле нет, так как он сначала, он будет более толстым бугром лежать, а потом он начнёт стекать на нет, да, то есть, вот делать эти растекания. На один бок он, допустим, стёк толще, на другой бок он, да, там вообще ничего не оказалось тонко. Например, клиент неправильно положил руку. От этого очень много, что зависит, сами понимаете. Далее, поджатие арки. Вот в геле мы выкраиваем форму для того, чтобы эта арка у нас была поджата, ну, как бы, да, хотя бы как-то. В геле жмёшь эту арку, она всё равно разжимается, непонятно по времени. Взял, решил поджать, допустим, ту же арку, а он с одного края досох, с другого края не досох этот гель. И вообще, что делать, куда печь, куда печь. И вот здесь, например, в акрилгеле всё очень легко и просто. Мы просто взяли и поджали. Причём, ну, вообще практически через 10 секунд можно уже начинать поджимать эту арку. И, как видите, результат вот какой, да, вот такая была арка. Потом поджали. Что это нам даёт? Это нам даёт хорошую конструкцию. Это нам даёт правильную конструкцию. Это даёт нам возможность сделать крепкие ногти, красивые ногти. Это даёт нам возможность сделать. Это нам даёт возможность исправить расклешённые ногти, да, то есть у кого природный клёш такой. За счёт того, что вы просто сожмёте не сам ноготь, а именно вот эту подложку, которую сделаете. Всё. Это нам даёт возможность, просто масса возможностей, если честно, нам даёт акрилгель в этом поджатии. В исправлении какой-либо формы сделать плоский ноготь, да, с красивой арочкой. Это может быть какая-то сложная форма. Вы тоже можете сделать на этой сложной форме эту сложную форму легче и быстро, да, и при помощи поджатия. Так что в этом есть масса плюсов. Я не говорю, что всегда нужно это делать, но если вы, например, делаете легкую и быструю постановку формы, то у вас получается, что вы можете слегка поджать, и у вас будет идеальная форма, и вам ничего выкраивать не надо. Поджать, поверьте, намного быстрее, чем сделать выкройку каждой формы. Думаю, что все это понимают. Изменение формы за счет удлинения. Очень часто ко мне клиенты приходили и говорили, Ира, я решила, я хочу сделать, допустим, острый ноготь. Это то же самое, что с донаращиванием углов и с донаращиванием без форм, без постановки формы. Вот, пожалуйста, пример сверху. Да, я сейчас пытаюсь гелем как-то удлинить это все. Оно все стекает, капли вниз, клюющий ноготь, да, получается. И, пожалуйста, внизу, да, какая ситуация. Ситуация внизу, что все-все, вот мы переделали просто в острый ноготок за 3 секунды. Из квадрата сделали острый ноготок. Хотите пику сделать, а хотите овал сделать. Здесь же, например, в геле мы что могли сделать? Не нарастить, да, изменение формы сделать, а просто подпилить, как бы, вот этот квадрат, который есть. Если это хватает длины. А если длины для овала не хватает, это очень часто бывает, мы клиенту говорим. Ну, извините, чтобы нам форму изменить, нам нужна хоть какая-то отросшая длина. Я лично сама раньше именно так и говорила. Или подпиливала вот эти вот куриные коготочки, да, получались вместо красивого овала. Поэтому, конечно же, акрилгель здесь 100% выигрывает, да. Исправление формы. Сейчас речь идет как раз об исправлении формы в таких сложных моментах, как, допустим, взлетный ноготь. Это как раз сейчас приведено на нашей картинке. А еще есть исправление формы при ногте, который растет вниз. Давайте все по порядку. Итак, взлетный ноготь, да, вот такой вот верх растущий ноготок. Что мы можем предложить клиенту, когда мы исправляем эту форму? Мы можем ему предложить овал, который более или менее скрывает эту взлетную форму. И то не всегда и не очень. Если слишком, то это явно видно, что это вот такие вот они вверх растущие ноготочки. Опять же, не забываем, что еще конструкция этого взлетного ногтя, да, мы должны заполнить вот этот вот весь прогиб. Но дело даже не в прогибе. Если наш клиент, допустим, он хочет носить квадрат, да, что такое возможно, я все-таки рекомендую всегда овал при взлетных ногтях. А мы хотим квадрат или хотим исправить эту взлетную ноготь, да, вот этот верх растущий ноготок. Мы, соответственно, делаем, что точку апекса, это нам рекомендуют все школы очень умные, точку апекса выше. И за счет вот этого наращивания вот этой точки апекса, да, то есть ввысь, да, мы делаем вот этот ноготочек ровный. Для овала еще ладно, а для квадрата там вообще нужно вот так вот, да, там навалякать, да. И опять же, не забываем, что клиент это тоже видит. При отрастании эта точка апекса, она будет просто огромно смотреться, будет несуразно, некрасиво и неестественно. Это не исправление, поэтому я делаю единственный выбор, правильный, единственно правильный выбор, это опускание нижних боковых параллелей, да, то есть как их опустить. Для этого нам необходимо достроить стенки. Соответственно, гелем, посмотрите, да, это на левой стороне. Гелем это очень сложно сделать, в основном мастера даже не берутся за это. И исправлять это очень долго нужно. Опять он затекает, обратно вытекает, как бы мы там что-нибудь делаем, затекает на кожу, видите, да, уже все в геле. Уже пошли на боковые валики растекания. И все это никак не получается, ничего это не исправляется. В отличие от акрил-геля, где мы можем легко и комфортно достроить стенки вниз. Легко и комфортно. Опять же, еще и немножко их поджать, если надо, чтобы у нас еще и клеша не было. Представьте, какая красота. Возьмем следующий вариант. Это ногти, которые, соответственно, у нас растут вниз. Да, и исправлять очень много. Гель, он может и не просохнуть. И опять же, мы наваливаем, он весь утекает. С акрил-гелем таких проблем не будет. Вы можете любую толщину выстроить. И все это подпилить. И все это сделать просто великолепно. Быстрое исправление любой формы, может быть. И вот как раз мы говорим о консистенции. Я уже говорила про то, что когда мы работаем с гелем, какая ситуация происходит в лампе. Он начинает растекаться. За счет тепла, за счет того, что температура на него реально очень сильно влияет, помещение и внутри лампы. Он начинает подтекать. Подтекать, меняя свою консистенцию. Вот такие примеры. Это, опять же, неправильная конструкция. Вы видите, вверху справа получается. Это затеки. Это, соответственно, и отслойки. И все это. А если клиентка, она может, например, положить руку неправильно в лампу. И получится вот такая вот это. Мы очень, я думаю, что все знают, кто работал с гелем. Кладите правильно руку. Да, я думаю, и с базами это люди знают. Кладите правильно руку. Следим, чтобы клиент всегда правильно положил руку. Вот, пожалуйста, внизу пример акрил геля, как лежит. Он вот этой каплей, да, каплей чуть-чуть округлится, но она никуда не стекает. Никуда не подтекает, не вытекает и не растекается. Если вы сейчас возьмете эту каплю, она не засушена вот здесь на фотографии, и положите в лампу, что получится? Получится, что просто эта капля, она так и засохнет. Вот такой вот, вот таким вот шариком. Дальше. Работа без временных ограничений, затеки и отслойки. Значит, смотрите, по времени. По времени вы можете работать с акрил гелем сколько угодно времени. Вы хотите его аккуратно, потихоньку и медленно. Хотите быстро и как-то это. В геле какая была проблема? Нужно работать быстро. Долго у тебя не получается из-за того, что он растекается. Растекается. А в акриле какая проблема? Нужно работать быстро, потому что он застывает. Вот. И тут вот дилемма, как говорится. Ни то и ни другое, непонятно, куда, да, как лучше. Здесь есть акрил гель, он опять же на правой фотографии, он не положен в лампу. И он абсолютно вот такой нормальной формы, ни в какие бока у него не затек. У него прекрасная арка, у него прекрасная, да, верхняя вот эта вот арка с апексом. Все у него замечательно. Все боковушки подняты, никаких растеканий вот таких вот, да, форм непонятных. По отслойкам. Отслойки – это затеки. То есть затек равняется отслойке. Мы должны понимать, что вот эти затекшие ногти, мы не просто взяли и спилили вот это вот, то, что затекло, да, и все, спилили и все. Эта форма уже поменялась, да, то есть это изменилась уже конструкция нашего ногтя. И, соответственно, масса проблем возникает из-за этого, что нужно опять достраивать. То есть это сначала нужно все просушить полностью этот затек, потом его спилить этот затек, потом выстроить заново эту конструкцию и так далее, там и подобное. То есть, ну, много времени на это тратится. Здесь осечек не будет в случае с акрилгелем. Полное быстрое просыхание без жжения. Это еще одно преимущество, оно просто великолепное преимущество. Почему? По причине чего? У нас масса клиентов, которые не любят, чтобы им жгло. В геле какая ситуация, да? В геле либо он просто бешеным образом жжет, и тогда он быстро просыхает, да? То есть вот просыхает он исключительно за счет чего? Из-за того, что у него есть отверждающие частички, да, которые быстро берутся, схватываются. Из-за этого происходит просто невероятное жжение. Вот. Либо он медленно и плохо просыхает, но не жжет. Вот это вот, и ты не знаешь, как лучше. Лучше клиенту своему сделать, чтобы вот оно ему не жгло, как говорится. Или все-таки лучше сделать себе, чтобы оно наконец-то просохло, никуда не утекло, как можно быстрее, да, вот это просыхание проходило. И при этом, но жгло, тут уж ничего не поделаешь. А если, да, бывают такие варианты, что вот, пожалуйста, вот он не жжет или жжет меньше, но вот так вот такая ситуация происходит. Может, клиент даже ходить вообще с ногтем целый месяц, потом начинаешь спиливать, а там подушка это называется. Когда под гелем не просохший, не просохшая, да, что-то осталось, масса. С правой же стороны абсолютно ровная, правильная, хорошая конструкция, полностью просохшая за очень короткий промежуток времени и без жжения. Ну, максимум тепло, это у кого чувствительность, тепло просто. Это не жжет, это не больно, это не ай-яй-яй-яй, да, как будто там что-то непонятное. Особенно это непонятно для клиентов, которые, например, не привыкли к таким испытаниям. Вот, поэтому мне кажется, что в этом плане акрилгели еще больше выиграют. Правильная, красивая конструкция с возможностью работы без переворота, из-за чего, кстати, случается поломка конструкции, и без опила. А я хочу обратить внимание на ноготь с левой стороны. Может быть, вам покажется это смешно, да, и ой, какая форма, да, и все такое. На самом деле, у нас таких форм у мастеров миллион, да, небо. Просто, я не знаю, каждый второй мастер делает вот эту вот красоту. Посмотрите, пожалуйста, точка апекса, я уже не говорю про конструкцию, да, она вообще смещена на стрессовую зону. То есть, через какое-то время, даже если мы подпилим, это все равно ничего не изменит. Если мы ее совсем подпилим, то там не будет хватать толщины. Все, нужно будет заново достраивать. Если мы ее примерно такую и оставим, да, с этой точкой апекса, где она сейчас есть, а она есть ниже, допустим, даже не просто она, где она должна быть, да, ниже даже половины ногтя, да, то есть уже ближе к краю. Что происходит? Ноготь ломается просто буквально вот в стрессовой зоне, в мяско, да, так ломается, очень больно ломается из-за вот таких неправильных конструкций. Я уже не говорю про то, что это смотрится просто ужасно. Просто ужасно некрасиво, это может не просохнуть. Вот эти все перевороты, я даже сейчас базой работаю, не переворачивая, то есть я базу, конструкцию базой при укреплении делаю, не переворачивая ногу. Потому что это жутко ломает форму, жутко ломает полностью конструкцию. Это приводит к большим проблемам, потому что получается бабл маникюр. Вот такое это что-то, да, это что-то такое с переворотом, когда капля просто стекает в середину, даже может быть и не в середину, то есть и вот получается вот это с переворотом. У нас такие ногти. Весь интернет засеян вот такими ногтями. Все сплошь и рядом это делают. Посмотрите на фотографию с правой стороны. Это гель, акрил гель не засохший. Он не засохший, да, то есть он, во-первых, никуда не стек. У него абсолютно красивая, правильная конструкция. Посмотрите, кажется этот ноготь нарощенным, да, или толстым, или некрасивым каким-то. Думаю, что нет. Однозначно нет. Посмотрите, как он идеально сложен. У него есть и реброжесткости, у него есть и правильный апекс, который находится чуть, даже если мы возьмем тело ногтя, да, разделим на пополам, даже еще выше находится, ближе к утепле. Заметно это? Есть ли там наплыв? Нет. Ни наплыва там нет. Ничего там. Просто все идеально. Это без подпиливания. Сами видите, что он даже не подпилен, да. То есть это все, это идеальная форма. Здесь вы можете даже уже не опиливать никакую конструкцию. Плюс это? Да это невероятный плюс. Это невероятный плюс, который вам ускоряет жизнь, облегчает жизнь, ускоряет вашу работу. В завершении своего видео я хочу сказать, что это неоспоримые плюсы в работе с акрилгелем. Я приглашаю вас пройти со мной обучение по акрилгелю. Обучений будет несколько. По квадрату отдельно уже в пятницу состоится. Далее будет по овалу. Далее будет у нас еще работа с выкладным френчем. И еще несколько очень приятных таких обучений, которые вам помогут действительно освоить эту технологию быстро, комфортно и легко. Даже будет без опила вообще полностью выполняться работа. Пока что в форме квадрат в пятницу мы будем полностью его изучать. Всю конструкцию, какая она должна быть, эта форма, чтобы она хорошо крепко держалась. Что необходимо делать при постановке. Что формы, соответственно, укрепления и наращивания в основном. Но поговорим как раз про укрепление. Что значит укрепление акрилгелем. Как это сделать на любые ногти. Здесь вообще нет никаких ограничений. Эту технологию можно использовать однозначно на любые ногти. Все ваши клиенты будут просто в восторге. И не будет ни одного человека, который бы от вас ушел из-за того, что ему не понравилось качество вашей работы. Если вы будете работать по вот этой технологии, которую я вам покажу, вы будете 100% топовым мастером. Вот в ближайшие округи это точно. Это 100%. Плюс это еще аппаратные технологии. То есть мы будем с вами и подготавливать ногтевую пластину аппаратом. И отрезание кутикулы будем делать аппаратом. И будем с вами обязательно делать форму аппаратом. И будем опиливать конструкцию, там минимальный опил конструкции аппаратом. Короче, мы все будем делать исключительно аппаратом. Поэтому приходите обязательно на курс. Выучитесь. Получите массу интересной и полезной информации. Получите новых клиентов. Получите свои доходы, которые 100% у вас повысятся. Потому что ни один клиент у вас недовольный не уйдет. И опять же я вас уберегаю от того, чтобы вам покупать миллион баночек до неба. Все можно это делать. Одним, одним, вот одним единственным материалом. Ни для каких углов вам нужны. Не нужны будут новые материалы. Ничего. Вы просто будете всегда узнать, что вам делать в той или иной сложной ситуации. Как вы видите, я вам показала, что это такое. С вами была Ирина Набок. Скоро встретимся. В пятницу в час я жду всех на свое обучение. Приглашаю вас. И вообще очень рада, что вы вместе со мной идете, повышаете квалификацию, достигаете новых каких-то вершин в нашей трудовой сфере. Я вас люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok